Подплыли, закинули весло на доску. Весом собственного тела прям прижали доску к воде, нога рука, забираемся. Подробный инструктаж – первая слагаемая безопасного заплыва. Ребятам объясняют, как вести себя на воде и подружиться сапдоской. Каждый юный турист получает профессиональный спасательный жилет. Он не сковывает движения детей, при этом исполняет главную функцию – сохранность ребенка. Дальше самое интересное – выбор доски. Их ассортимент на станции проката значительно расширился с прошлого года. Региональный клуб любителей сапбординга получил грант от Агентства по туризму Ульяновской области. Это около 400 тысяч рублей. Добавив собственные средства, руководство полностью подготовилось к летнему сезону. Из новенького – целый спектр спецоборудования для отдыха детей. Чтобы вы понимали, его больше нигде в Ульяновске нет. Чем отличается? Во-первых, это то самое короткое, известное короткое весло. Дети ниже нас ростом, дети ниже взрослых ростом. И грести коротким веслом им будет удобно. Второе – детские доски, они гораздо быстрее, маневреннее, но благодаря этому уже. Для тех, кто уже успел проявить себя, купили профессиональные гоночные доски. На них можно участвовать в соревнованиях разного масштаба. Они отличаются от классического варианта шириной и габаритами. Самый большой сабборд в коллекции – семейный высотон, как два человеческих роста и выдерживает до 150 килограммов. Это отличный вариант досуга как для детей, так и для родителей. Одна из первых такой сабборд опробовала семья Петраускас. На доске без труда уместилось двое детей и мама с папой. Для них это не первый сплав по Свияге, а потому перед заплывом волнения как такового нет. С Лениным сапом мы катаемся уже не первый год, даже не то, что этот сезон или прошлый сезон. С момента открытия мы сразу всегда с ними. В прошлом году мы попробовали с семьей прокатиться на семейном сапе, на синем у них был такой сап. А в этом году у них обновление, и мы с большой радостью хотим его испробовать. Чтобы справиться с надувной доской и веслом, не нужна большая физическая сила, особые навыки и умения. Если не хватает уверенности, начать катание можно на коленях, а уже спустя пару посещений твердо стоять на саборде, параллельно любуясь красотами природы. У нас это и как элемент семейного досуга, потому что наш целевой сегмент все-таки это семьи с детьми. К нам приходят для того, чтобы проводить время на лоне природы, с небольшой физической нагрузкой, здоровый образ жизни. Мы это очень приветствуем. Про взрослых тоже не забыли. На выбор романтичная прогулка от улицы Шолмова через мосты и зеленые пейзажи, ежедневный маршрут от набережной Угу или двухчасовой тур на закате, где можно сделать памятные фотографии. Александра Никитина и Марат Мигдиев. Управда. ТВ.